Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о технических проблемах, с которыми сталкиваются практически все блогеры, как начинающие, так и профессионалы. В последнее время на моем канале появилось очень много критики по моим видео. Но не по смыслу этих видео, а именно по техническим аспектам. Это видео, это звук и освещение. В последнее время для съемки видео я использовал Xiaomi Mi 4C. Телефон в принципе неплохой, флагман как говорится, но по качеству съемки он конечно же уступает многим другим камерам и даже экшн камерам. Картинка получается не очень четкая, качественная, особенно если это касается плохого освещения. За консультацией я обращался к своему другу, фотографу Руслану Крикливому. Он занимается профессиональной сфотосъемкой, разных мероприятий и даже портфолио. Многие мои знакомые и друзья пользуются услугами Руслана, потому что он вкладывает душу в каждую фотографию. При этом делает это не ради денег, а ради удовольствия. Это для него хобби, это увлечение, это по сути его жизнь. Поэтому если вам нужна качественная фотография, портфолио или заснять какое-нибудь важное мероприятие, то обязательно его зовите на помощь, он никогда не откажет. Когда я задал вопрос Руслану по поводу видеосъемки, он мне сразу ответил, что качественная зеркалка с функцией видеосъемки будет стоить очень дорого. И нет смысла на это тратить деньги. Можно было бы, конечно, купить какую-нибудь Sony или экшн камеру, но лучше всего обратить внимание на камерафоны. Для того, что технологии не стоят на месте, я послушал его совета и прикупил замечательный девайс под названием Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Данный телефон имеет 64 гигабайта общей памяти, 4 гигабайта оперативки, памяти хватает для записи видеороликов полностью на час-полтора в любом практически качестве. Дело в том, что на фронтальной камере, которая сейчас нас снимает, стоит 20-мегапиксельная камера. На основной же камере 64 мегапикселя. И она позволяет снимать в 4К разрешение и 60 фпс. Если сравнить, например, с тем же Xiaomi Mi 4C, то качество, конечно, картинки разнится. Четкость на Redmi Note 8 Pro и четкость на Xiaomi Mi 4C это как небо и земля. Конечно, я не буду останавливаться на всех технических характеристиках этого телефона. Этих видео очень полно в YouTube. Можете посмотреть или же на сайте производителя, на Алиэкспресс. Купил я по скидке его всего лишь за 204 доллара. Сейчас этот телефон стоит в районе 230-240 долларов комплектации. Самое главное, китайцы молодцы, пишут неполную стоимость на таможне. Поэтому за растаможку мне не пришлось переплачивать. И тут, друзья, очень важный момент. Какой бы у вас хороший не был телефон, видеокамера или фотоаппарат, без качественного освещения толку будет мало. Поэтому в интернете я прикупил два прожектора светодиодных по 50 Вт. Но немножко прогадал. Дело в том, что светосила у них составляет 6500 Кельвинов. А это очень много для видеосъемки блогера. Свет получается очень белым, холодным, засвечивает абсолютно все лицо, все предметы. И такой свет не подходит для видеосъемки. Чтобы исправить хоть как-то эту ситуацию, мой друг Руслан посоветовал создать свой собственный софтбокс для этих прожекторов. Вот так вот, друзья, выглядит картинка без освещения в моей комнате. Видите, очень темно. А вот с таким вот софтбоксом работает просто великолепно. Как видите, друзья, с установленным софтбоксом, картинка стала намного интереснее. А сейчас, друзья, я расскажу вам, как изготавливался этот софтбокс своими руками. Так как зацепиться на корпусе у нашего прожектора особо негде, я решил просверлить 4 отверстия с каждой стороны диаметром 3 мм для установки специальных дуг. Сами же дуги мы будем делать из обычных велосипедных спиц диаметром 3 мм. Откусываем края и аккуратненько сгибаем посередине в виде дуги. Концы нашей усиленной спицы также загибаем под определенным углом. Эти манипуляции производим и со второй спицей. Еще нам нужно будет загнуть немного, буквально на полсантиметра, края каждой спицы с обоих сторон. И самое важное здесь нарезать резьбу. Резьбу М3. Нарезается она очень легко, так как материал спицы очень мягкий. Видите, вручную буквально. Накручиваем гаечку М3. После этого вставляем на наш прожектор в отверстие, проделанный в радиаторе. Получаем дугообразную форму. И с обратной стороны обязательно фиксируем второй гаечкой. Переходим к процессу шитья и кройки. Нам нужно обшить наш радиатор вот такую тканью. Ткань обычная, взята в первом же текстильном магазине. Это карманная ткань для пошива карманов, пиджаков, штанов и так далее. Очень классная. На просвет она просто идеально подходит. Процесс шитья, конечно, это не мой профиль, поэтому не судите строго. Для меня самая важная эффективность. Обрезаем лишний материал и доводим до нужной красоты. Вот такой вот софтбок получился своими руками буквально за полчаса. Первый софтбокс я установил сверху. Качество освещения просто великолепное. Второй софтбокс мы поставим сбоку, чуть-чуть ниже. Ну а теперь, друзья, давайте проверим, как работают сразу два софтбокса. Я считаю, что освещение получилось очень неплохим. Обратите внимание, никаких засветов, пересветов нет. Очень плавный, мягкий свет. Мне очень нравится результат. Надеюсь, и вам он понравился. Так как мы разобрались с видео и освещением, переходим к самому важному девайсу. Это микрофон. Ребят, дедавшись в Китае, ко мне пришел наконец-то замечательный микрофон Fifine 780. Вот с такой вот стоечкой пантографа. Этот микрофон был куплен за 55 долларов. Упаковка действительно хорошая. Все надежно и качественно спаковано. Пришло без каких-либо повреждений. Видим, здесь есть такая вот большая инструкция длинная, в которой все расписано. Как собирать его, как фиксировать и так далее. В комплекте с микрофоном идет специальный фильтр. Его устанавливаем на пантограф. Очень удобная вещь. Помогает избавиться от посторонних шумов. Обязательно его протестируем. Также идет в наличии две запасные резинки для нашего паука. Накладка на микрофон поролоновая. Достаточно длинный двухметровый провод. И это немаловажно. Сам паучок. Сделан очень качественно и добротно. И претензий к нему быть совершенно не может. Очень хорошо помогает в записи. Ну и конечно сам микрофон 780 FIFINE. С регулировкой громкости. Со съемным штекером. То есть в принципе как раз то, что мне нужно. Дальше идет крепление для пантографа. Ну и сам пантограф. Работает великолепно. В принципе никаких нареканий к нему быть не может. Выполняет свои функции на ура. Сверху мы накручиваем нашего паука. Фиксируется намертво, жестко. Есть в комплекте еще стойка тренога. Но я ее не пользуюсь. Потому что она передает все шумы и вибрации от клавиатуры. И записывать на такой стойке не особо комфортно. Поэтому естественно лучше будем использовать наш пантограф. Он более предназначен для этих целей. Паучок накручиваем микрофон. Видите, фиксируется все это обычной гаечкой. Работой данного микрофона я очень доволен. И поэтому могу смело рекомендовать его вам. А сейчас давайте сравним этот микрофон с обычной петличкой. Тест микрофона Fifine 780. Расстояние до микрофона 15 см. Мощность микрофона включена на 50%. В лесу родилась елочка. И кто ее родил? Четыре пьяных ежика и гена крокодил. Тест номер два. Проверяем вот какой-то микрофон петличку фирмы Dagi из Китая. В лесу родилась елочка. И кто ее родил? Четыре пьяных ежика и гена крокодил. Ну что, друзья, давайте подведем итог. Качество звучания с микрофоном Fifine 780 значительно лучше, чем с петличкой. Кстати, был такой интересный случай буквально день назад. Я поставил мощность данного микрофона на 100%. И услышал позади себя храп. Хотя посмотрел, супруги нет, дочки нет. Оказывается, храпел мой котик Баксик. Да, Баксик, ты храпел? Ну скажи честно, храпел? Храпел, представляете, насколько чувствительный микрофон, что услышал с двух метров, как храпит кот. Это, конечно, было так смешно. К сожалению, не успел записать этот момент. Котик проснулся. Да, Баксик? И попросил кушать. Так что микрофон имеет высокую чувствительность, очень хорошо пишет. Я, конечно, не звукорежиссер, не особо разбираюсь в этом направлении. Но мне кажется, за 55 долларов микрофон однозначно стоит своих денег. Очень важный момент. Правильно определяйте расстояние от микрофона до вас. Потому что на большом расстоянии качество звука будет значительно хуже. Потому что все посторонние звуки, такие как работа компьютера, клавиатура и так далее, все будут передаваться вам на звуковую дорожку. И это все очень хорошо слышно в начале этого видео. Вы слышали какие-то шумы, гулы и так далее. Вот сейчас как раз звук пишется очень хорошо. Так как микрофон находится в 15 сантиметрах от меня. Как видите, ребята, все мои покупки не такие уж и дорогие. И мы постарались вложиться в небольшой бюджет. 55 долларов за микрофон и 200 долларов за достаточно неплохую камеру, которая может писать как в 4К, так и в 60 фпс. Ссылочку на Xiaomi Redmi Note 8 Pro и микрофон Fifine я скину под видео в описании. А также на разные интересные девайсы. Переходите, смотрите, выбирайте. С вами был Макс. Не забывайте подписаться на канал. До новых встреч. Скажи баксик пока. Пока-пока, ребята. Да, пока-пока, ребята. Все, беги кушать. Ну беги кушать. Хватит тебя гладить уже. Дармоед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok